Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Проверили и вынесли вердикт, как проходит приемка летних оздоровительных лагерей. Огонь походной романтики. Традиционный турслет на Левковской поляне прошел в 47-й раз. Сочно, динамично, интересно. Премьера «Женитьба Бальзаминова» состоялась. В Пушкино прошел муниципальный этап Кубка губернатора Московской области по самбо. Об этих и других новостях прямо сейчас. До старта первой смены остается неделя, и надзорные органы завершают проверки по всему округу. На территории будет работать 16 детских лагерей. Все ли готово в детском оздоровительном центре Пушкина инспектировала специальная комиссия вместе с главой округа Максимом Красноцветовым. Каков вердикт проверяющих? Условия для отдыха в детском оздоровительном центре Пушкина проверяет специальная комиссия. В ее составе глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, сотрудники комитета образования, Роспотребнадзора, Росгвардии и МЧС. До открытия сезона чуть больше недели. К заезду ребят все должно быть готово. Сегодня мы комиссионно вышли проверить готовность лагерей к летней оздоровительной компании. Более 5000 детей мы планируем оздоровить. У каждой службы свои требования. Инспектируют исправность противопожарной системы, проводят инструктажи для всех, кто будет работать с детьми. Особое внимание обратилось на работоспособность систем пожарной сигнализации, состояние эвакуационных путей и выходов, наличие периодичных средств пожаротушения. Пристальное внимание уделяют состоянию жилых комнат и столовой. В этом году приобрели новую посудомоечную машину, котел и две, как называют это оборудование, работники кухни, сковородки. На 200 порций каждая. Жарим. Здесь оладьи, блинчики, плов, жарковье и все остальное. Очень удобное. А ребята что любят больше? Плов. К летнему заезду для детей приобрели четыре игровых комплекса, беседки, новую мебель для комнат. Оборудовали места для спорта, творчества и танцев. Этот лагерь производит очень хорошее, позитивное впечатление. Кругом чистота, все достаточно свежее, ухоженное. И видно, что персонал, видно, что руководитель на своем месте. И видно, что с душой люди подходят к своему делу. Вердикт комиссии, проверка пройдена. Уже 1 июня здесь начнется смена. В лагерь заедет 440 ребят. Жанна Лавянникова, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа. И в продолжении темы детского отдыха в регионе. Летняя оздоровительная кампания стартует с 29 мая. Почему город Пушкин отмечен в этом направлении особенно сильно, расскажем в рубрике «Новости одной строкой». Свыше 180 тысяч ребят Подмосковья смогут отдохнуть в 109 загородных лагерях и порядка 1 тысячи пришкольных. Больше всего мест для детского отдыха в Пушкино – 16. В Истре – 12, в Коломне – 11. По распоряжению губернатора в области организуют летний отдых для детей-участников СВО. Это 3 тысячи бесплатных путевок на 14 дней в подмосковный лагерь Литвинова. На территории Подмосковья стартует новая программа расселения из аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании со всеми руководителями правительства региона и главами городских округов. Предыдущая программа завершается в этом году. Всего 814 домов должны построить в области или выдать сертификат. По словам главы региона, в области приступают к следующей программе расселения аварийного жилья. Она касается тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2022 года. В этом году в Пушкинском будут обновлены 24 придомовые территории. Общая площадь ремонта составит более 50 тысяч квадратных метров. В список вошли адреса в Пушкино, Ивантеевке, Красноармейске, Правдинском, Челюскинском, Зверосовхозе и Лесном. Ставить палатку, разжигать костер, переплавляться через реку и подниматься на холм. Технику пешего туризма и быт в лесу повторили ученики пушкинских школ. 47-й турслет прошел в пятницу традиционно на Левковской поляне. Участвовали 16 команд. У 47-го турслета есть своя тема. Она, так же, как и год, посвящена педагогам и наставникам. Тем, кто решился повезти детей на слет и прививал любовь к туризму. Ребята готовились заранее. Один из конкурсов – стен газета. На ватманах стихи и фотографии, зарисовки, посвященные учителям. Тема – наши педагоги. То есть педагоги, которые вводят детей сюда каждый год. Как можете обратить внимание на футболку гимназии Тарасовка в виде эмблемы фотографий педагогов. Это полностью инициатива учеников. Они решили сделать лимитированный мерч, посвященный не просто турслету, а тем людям, которые ведут их в поход. Эти футболки потом останутся на памяти с счастливым временем. То есть это некая благодарность. Для нас, как учеников, честь и память. Особенно для нас, десятиклассников. Скоро мы будем выпускаться, 11 класс. Это память. И мы просто будем горды и рады, что у нас есть такие футболки с нашими любимыми учителями. В этом году турслет проходит всего один день. Программу пришлось урезать. Присоединились школы из городов Вантиевка и Красноармейск. Из Пушкина впервые посетила слет пятая школа. Остальные – опытные туристы. Ведь турслет отметил 47 лет. Многим родителям и учителям нынешних школьников даже нет столько лет. Инициировал туристическое движение в тогда еще Пушкинском районе Василий Киселев. В октябре 2020 года его не стало, но дело продолжает жить. Его ученики и семья теперь проводят этот слет. Он развил туризм до огромных высот в нашем округе. Учил нас разводить костры, вязать узлы, ставить палатки, натягивать веревочные переправы. Мы помимо районных турслетов ходили вместе с ним на областные туристические слеты, на слеты с Институтом технологии туризма. Он организовывал большие походы на озеро Селигер. На слете отрабатывали технику пешеходного туризма. Восемь спортивных этапов. Важно все задания выполнять четко, не потерять перчатку и главное не сорваться. За каждый просчет снимают баллы. Голову! Голову ниже! Голову прокинь вниз! Вниз опрокинь! Смотри! Я на коза! Голову! Потеря перчатки! Потеря перчатки! Турслет прошел как мгновение. Ребята даже не успели полностью ощутить все прелести походного быта. Но зато поняли, что такое сплоченность, командный дух и желание пробовать что-то новое. Теперь они ждут следующего заезда. Он будет осенью. Там же, на Левковской поляне. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Волнительно, как в день открытия театра состоялась премьера мюзикла «Женитьба Бальзаминова» от Пушкинского музыкально-драматического театра. Мюзикл представляет театрально-выставочный проект «Золотое кольцо Островского», посвященный 200-летию великого русского драматурга. Это целый цикл передвижных мероприятий, направленных на приобщение к миру Александра Островского. Мюзикл покажут не только в Подмосковье, но и в городах «Золотого кольца России». Как прошла премьера «Женитьба Бальзаминова» расскажет Евгений Коломеец. Яркие костюмы, передвижные впечатляющие декорации, в них зритель может увидеть купеческую Москву XIX века. Костюмы героев, которые отсылают к дымковской игрушке, народному промыслу того же века, а еще более 20 музыкальных номеров и много юмора. И все это описание нового мюзикла «Женитьба Бальзаминова». Меня до сих пор трясет все, потому что все очень переломались. Как сказал Борис Михайлович, это очень длительный путь и очень сложный. Ребята очень старались. Старались ребятки, и мы занимались, и с утра до вечера все это делали. Я никогда не бываю довольным. Всегда говорю, что можно лучше. Но сегодня ярко, сегодня хорошо. Сейчас пойду их поглажу по головке. Это первая премьера, которая состоялась на родной сцене Пушкинского музыкально-драматического театра. Напомним, свой дом труп обрела в марте. И уже спустя почти два месяца театр представил новый мюзикл. Это вдволнительно, но это еще очень ответственно, потому что хороший зал, хороший свет, хороший звук. И мы не можем позволить себе, вообще никогда не могли, но сейчас тем более, мы не можем позволить себе выпустить спектакль, который будет неинтересным. Но мы надеемся, что он интересный спектакль. Не можем подвести ни главу нашего, ни замглавы Елены Викторовича, которая нам очень помогает. К «Женитьбе Бальзаминова» труппы театра шла несколько лет. Воплотить задуманное удалось благодаря полученному гранту от президентского фонда культурных инициатив. Это не просто мюзикл, а целый театрально-выставочный проект «Золотое кольцо Островского». Он посвящен 200-летию великого русского драматурга Александра Островского. «Женитьбу Бальзаминова» помимо нашего округа покажут еще в Сергеевом Посаде, Переславле-Залесском и в Ростове. Это тяжелый спектакль актером, потому что он и много костюмов, и много декораций, свет декораций очень многое. От качелей до кровати все, летает все. Но это мюзикл, это Островский. Вот это комический, сатирический Островский. Без председателя, это был Островский трагический, а это сатирический. Вот таких два Островских в этом году у нас. Мюзикл в двух действиях «Женитьбу Бальзаминова» написали известный композитор Владимир Баскин и популярный поэт Евгений Муравьев. По мотивам пьес Островского «Праздничный сон до обеда» и «Зачем пойдешь, то и найдешь». Это история про наивного мечтателя Мишеньки Бальзаминова. Мелкий чиновник стремится поправить свое материальное положение. А выход какой? Жениться на богатой. Что Мишенька и пытается сделать. В таком важном и непростом деле ему помогает его маменька и ушлая сваха. А вот помощь эта или медвежья услуга нужно еще разобраться. Мой герой Михаил Дмитриевич Бальзаминов. Очень ветреный человек такой, который живет мечтами, фантазиями, которые они ему снятся. Сложно было. Было сложно работать над персонажем, потому что все-таки большой объем текста, много хореографических рисунков. Но мы справились. Кроме мюзикла, проект включает в себя еще и интерактивную выставку «Провинция. Характеры. Островский». Ее разместили в фойе театра. Выставка состоит из нескольких локаций. На каждой представлен спектакль Александра Островского. «Позади меня горячее сердце. Это беспреданница. Рядом гроза. А напротив снегурочка». Знакомил гостей с выставкой сам Бальзаминов. В него перевоплотился артист театра Роман Баки. Он рассказывал гостям про Островского, про интересные факты из его биографии. Например, о том, что драматург написал 48 пьес. И все они были поставлены в Московском малом театре. Островский дружил с актерами труппы, часто бывал на репетициях. Рассказывали гостям и про пьесы, декорации которым есть на выставке. Уже 21 мая мюзикл покажут Переславле за леском. В наш округ женитьба Бальзаминова вернется на следующей неделе. Если вы не попали на премьеру, то приходите 28 мая в ЦДК «Строитель». Евгения Коломийца, Владимир Парфенов. Новости Большого округа. Одно из главных событий в мире спорта Подмосковья – кубок губернатора Московской области. Он проходит в 19 направлениях. В минувшие выходные в Пушкино состоялся муниципальный этап турнира по самбо. Разминка повторения приемов и финальные наставления о тренеров. Так в нашем округе начался муниципальный этап Кубка губернатора Московской области по самбо среди юношей и девушек от 12 до 14 лет. Турнир прошел в ФСК Пушкино. Ребята, пусть этот турнир для каждого из вас будет действительно подтверден за субъектом. Турнир проходил по олимпийской системе. В течение трех минут шли соревновательные схватки. Как в стойке, так и в портере с болевыми приемами. Разрешена вся бросковая техника. Данные участники должны показать волю в победе, свой характер, свое мастерство, которое они заработали в столь юном возрасте. Ну и отобраться, соответственно, лучшие спортсмены, которые занимают первые места, у нас выбираются на финал Кубка губернатора Московской области. В ФСК собрались сильнейшие представители самбо среди юношей и девушек в округе. Многие из них уже титулованные спортсмены и имеют разряды. Например, Вероника Грещенкова является серебряным призером первенства ЦФО. Сейчас девушка готовится выступить на первенстве России. Если вы начали этот путь, то его не нужно опускать в руки раньше времени. То, что нужно готовиться и стремиться к тому, к своей цели, которую вы поставили. А у тебя какая цель? У меня цель выступить на Олимпиаде. Федерация самбо нашего округа ежегодно проводит по несколько турниров в год, чтобы у спортсменов была возможность отработать свои навыки. Но Кубок губернатора – это новый уровень. Для ребят это большой шаг вперед. Потому что это не просто региональные соревнования какие-то, не муниципальные. Это отбор уже на Кубок губернатора. Для них это титулованный турнир. Поэтому, как они проявятся, сегодня будем смотреть. Справятся ли с волнением, вспомнят ли то, что им нужно сделать. Сегодня увидимся. Порядка 50 спортсменов приняли участие. От спортивного клуба «Анты» было 5 человек. Для них это первый опыт серьезных соревнований. И сразу отличный результат. Два первых места, одно второе и одно третье. Среди победителей был Джихангир Шукуров. Я занимаюсь уже в самбо 3 года. Я пришелся 9 лет. А почему ты выбрала этот вид спорта? Чтобы защищать родных и чтобы научиться приемами. Турнир прошел при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Лучшие спортсмены отправятся в августе на следующий этап. Мария Лихобабенко, Владимир Овсеньков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде на 25 мая. В четверг будет пасмурно и достаточно комфортно. Днем до 20 градусов. Ночи станут теплее до 15. Дождей синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!